Добрый день, все, кто присоединяется. Спасибо за интерес к экспертно-аналитическому клубу. Попрошу на первом этапе все, кто не является спикером, выключить свои микрофоны. А видео, на самом деле, можете включать. Нам интересно на вас посмотреть. Да, мы рады всех видеть, как будто это старые добрые времена коронавируса, когда мы все можем встретиться вживую в пресс-клубе. Я-то, кстати, понимаю, Антон, в следующий раз мы встретимся уже в новом пресс-клубе. Да, будем надеяться, что в следующий раз мы встретимся в новом пресс-клубе. Ну, не весьма того будет этот следующий раз, через несколько недель или через несколько месяцев, но в любом случае... Ну да. Новое помещение нас ждет. Это не нужно будет, наконец-то, подниматься по всем этим лабиринтам? Да, на шестой этаж больше не нужно будет подниматься. Нужно будет подниматься на какой этаж? На третий этаж, но там с лифтом. Да здравствует инклюзивность. Наконец-то. Наконец-то наше помещение будет соответствовать нашим ценностям. Да. Так. У нас нет еще одного спикера, да, по-моему, если я не ошибаюсь? Вижу. Насколько я вижу, у нас сейчас нету Павла Белоуса, остальные все уже... Да, Павла Белоуса нету. Давайте дождемся Павла, и тогда будем начинать. Нет, коллеги, так красиво на фоне пресс-вола сидите, что я уже жалею, что я там на фоне надписи «Сачо Сивитто» не сел. Мы стараемся, мы стараемся брендировать, да, даже в условиях коронавируса. Да, нормально. Ладно, кто не успел, тот опоздал. Переезжать уже не буду. Шатко, Валка, настроена связь. Да, слушайте, мне кажется, все хорошо, и это главное. Пока листа, в принципе, есть видео наших гостей в поисках Павла, вижу, что нас так много людей, которых я рад видеть, которых... О, а вот и Павел подключается. Паша, привет, Аня. Привет, Аня. Паша. Привет, Аня. Тогда можем начинать, Антон? Да, сейчас начнем. Ну, добрый день. Приветствую всех, кто к нам присоединился сегодня на вот эту вот уже вторую онлайн-встречу Эксперто-аналитического клуба. Для тех, кто с нами в первый раз, я хочу напомнить главное правило Эксперто-аналитического клуба, правило Chatham House Rule, которое мы теперь используем по предварительному уведомлению. То есть, если вы хотите сказать что-то, что вы не хотите, чтобы было процитировано с вашим именем, пожалуйста, перед тем, как вы будете это говорить, уведомите нас о том, что вы хотите использовать это правило. Мы записываем это мероприятие, но для таких реплик у меня есть удобная функция поставить запись этого мероприятия на паузу. Да, поэтому все, что вы захотите отказать или прокомментировать, или задать какой-нибудь вопрос, который будет очень с налива, не хотите, чтобы он фиксировался, главное, предупредите, и на том все обеспечит безопасность вашего высказывания. Да, ну и присутствующих на этой встрече журналистов, в случае, если такие реплики будут, то тоже прошу не цитировать автора реплики. Тема наша сегодняшняя – это COVID-19 в Беларуси, реакция общества, и я, наверное, передаю слово Вадиму, нашему сегодняшнему модератору. Да, спасибо, Антон. Еще раз всем добрый вечер. Если вдруг у нас есть те, кем мы не знакомы, меня зовут Вадим Можейко, я аналитик Беларусского института радиологических исследований, что вообще видно. И действительно, сегодня мы собрались поговорить о том, как эпидемия коронавируса повлияет на беларусское общество. Понятно, что, наверное, последние недели и месяцы все обсуждения так или иначе к COVID-у сводятся, и много говорим про его политическое влияние, много звучало, безусловно, про, собственно, систему здравоохранения, каким латам это приводит к проблемам, каким может привести к изменениям. Звучали вопросы даже какие-то геополитические, влияние коронавируса на безопасность. Но сегодня мне хотелось бы как раз поговорить о том, как эта эпидемия влияет на нас с вами, на беларусское общество. Потому что, наверное, проблема всех медицинских проблем, потому что они достаточно, так можно сказать, дегуманизируют человека и ставят его перед такими достаточно базисными вопросами физического выживания. Но на этом фоне, помимо всего этого, мы видим достаточно интересные процессы, и то, что происходит сегодня в беларусском обществе, мне кажется, вполне показывают в том числе какие-то и позитивные вещи, но как минимум интересные. И, наверное, чтобы подробнее об этом рассказать, я бы хотел с самого начала обратиться с вопросом к Филиппу Виканову и к Евгению Краснянскому, которые сегодня у нас представляют компанию «Сатио», которая, по крайней мере, вторую волну своего опроса уже проводила не только одна, но и вместе с бюроком. Мне хорошо Лев Поповский в Фейсбуке напоминал. Действительно, опроса, посвященного как раз тому, что беларусское общество про коронавирус думает. Действительно, на самом деле, очень благодарен Сатио, который по своей инициативе сами этот опрос начали, потому что, действительно, это опрос, который очень много, мне кажется, говорит сегодня про происходящее в Беларуси. Опрос, который я уже неоднократно цитировал в комментариях разным зарубежным СМИ. И поэтому, мне кажется, сейчас самое время спросить, помимо каких-то данных общих, которые кто-то с нас видел, кого-то сейчас будет шанс посмотреть подробнее, спросить, собственно, как же с точки зрения этого вопроса, как беларусское общество оценивает угрозу коронавируса и поведение власти, и, главное, к каким действиям беларусы реально готовы и чего ждут друг от друга. Вадим, большое спасибо за приглашение. Меня зовут Филипп Беканов. Я руководитель исследовательских проектов компании Сатио. Также от компании Сатио еще Евгений Краслянский. Это наш CEO, исполнительный директор. Он немножко дополнит мои слова, расскажет немного про экономический импакт всего, что происходит. Вадим, с твоего позволения, у нас немножко слайдов есть, в которых мы можем обрисовать общую какую-то картину, и потом мы можем ответить на какие-то более узкие вопросы уже без слайдов. Конечно. Есть логическое исследование, как без графика. Конечно. Тогда давайте я быстренько, мы с Евгением, вам покажем ситуацию общую. Видно? Видно? Да, надеюсь, что видно. Ну, окей, вроде бы все работало. Окей, двух слов. Методология. Опрос городского населения Республики Беларусь. Онлайн-опрос. То есть, что это значит? Мы не учитываем села, мы отражаем только городское население Республики. Но наша выборка по структуре совпадает с тем, что нам говорит Белстат про городское население Республики Беларусь. То есть, по полу, по возрасту и по региональному наполнению. То есть, мы построили, в принципе, не самую плохую модель нашего городского населения. То есть, соответственно, все, что я говорю и все, что я буду говорить, это будет релевантно для... Какого населения Беларуси в возрасте? Сохраняется, как Вадим уже правильно сказал, да, это действительно вторая волна. То есть, у нас была возможность небольшую преемственность первой сохранить. И мы видим, что пессимизм насчет ситуации с коронавирусом, он сохраняется, даже немножко усугубляется. Забегая вперед, скажу, что сегодня нам вернулись данные уже еще одной новой волны. Поэтому я немножко представляю себе картину в еще более большой динамике, в более такой широкой динамике. И могу сказать, что пессимизм сохраняется и по сей день. То есть, люди считают, что ситуация ухудшается, что все становится хуже, хуже, хуже. Таких людей большинство. Чего люди вообще ожидают и чего они боятся в связи с этим ухудшением и в принципе? Есть несколько, можно так сгруппировать все опасения в две больших группы. То есть, первое то, что связано непосредственно с распространением болезней с медицинской системой и с вирусом, и с экономическими такими-то проблемами для страны. И вот мы видим, что кроме количества зараженных, которые вырастут, и в принципе сама по себе эта строчка, она не очень страшная. Страшная она, если люди будут при этом бояться коллапса медицинской системы. Мы видим, что на фоне экономических, они тут зеленой заливочкой выделены в проблем, эти две, они настолько страшны. То есть, если мы положим их красиво на карту, чем выше и правее, тем больше люди этого боятся и ожидают одновременно. Ось Y – это они ожидают, что это произойдет, Ось X – это они боятся этого сами. Мы видим, что падение зарплат – это самое большое опасение белорусов насчет всей этой ситуации с коронакризисом. То есть коллапс системы здравоохранения – это второе опасение, но при этом экономических проблем в этой красной зоне значительно больше. То есть из самых каких-то неописуемых, невероятных, но при этом страшных событий – это дефицит лекарств, который связан тоже с коллапсом, и потери работы. То есть насчет потери работы – это наша постсоветская специфика, когда у нас людей до последнего не увольняют, но им там начинают зарплаты резать, например, или отпускать за свой счет, отправлять. Поэтому этого не опасаются, опасаются именно падения зарплат. То есть резюме. Экономические проблемы пугают людей немного больше, чем перспективы коллапса системы. В новой волне, в которой я цифры посмотрел, картина практически идентичная, нет никаких изменений, потому что, в принципе, ничего принципиально нового не произошло за последние две недели с момента замеров. При этом все, что происходит в значительной степени, влияет на образ жизни белорусов. То есть если в марте меры социального дистанцирования, которые здесь залиты зеленым, это не очень популярная история, особенно маска, то в апреле маска — это уже половина опрошенных носит маску. Люди стараются меньше контактировать друг с другом, стараются реже пользоваться общественным транспортом. Эпидемия, конечно же, научила нас мыть руки. То есть отсюда вывод какой? То, что все, что происходит, в серьезной степени влияет на образ жизни белорусов. Они начинают ограничивать себя в чем-то, они начинают делать то, чего раньше не делали. Вот антисептическое средство, например, у нас обрело популярность, это типичнейший пример. Кроме того, по данным, которые собирает Белгоспромбанк, мы могли заметить, что значительно выросло количество людей, которые перестали полностью ходить в магазины, например, стали больше заказывать просто онлайн. Кроме того, сами паттерны посещения магазинов поменялись. Это самый-самый первый замер нам показал, что люди скорее пойдут в магазин закупиться надолго, но станут ходить в магазины в целом реже. Вот такие вот истории. Есть еще очень интересная история. Это в том, что в целом все экономические штуки очень сильно связаны с пессимизмом насчет ковида в целом. То есть у нас есть вот этот показатель, как вы думаете, что будет происходить с коронавирусом, как она изменится, как изменится ситуация. Если человек будет считать, что ситуация с самим коронавирусом будет ухудшаться, он склонен более пессимистично смотреть и на экономические вещи в том числе. А вот взгляд пессимизм на ковид, взгляд пессимистический на ковид, в свою очередь, связан с наличием у человека близкого или знакомого, который потенциально попадает в зону риска. И чем больше зараженных, тем больше люди думают про то, что у них в зоне риска будут находиться знакомые, друзья и так далее. И вот это уже тоже непосредственно влияет также на пессимизм, вот, например, в том числе по экономическим каким-то опасениям, то есть по безработице, по отпускам за свой счет, по зарплатам. Это все связь, ну, вот, зеленым здесь люди, которые думают, что у них есть близкий в зоне риска. То есть это тоже все связано. Ну, экономические ожидания, они, да, то, о чем я говорил, есть связь с опасениями. То есть люди думают, что экономика будет восстанавливаться медленнее, если они переживают насчет развития ситуации с коронавирусом. Вот, здесь я передам слово Евгению. Слышно? Нормально? Да, да, да. Ты сразу на следующий слайд, пожалуйста. Да, пожалуйста. Да, нам было интересно вообще вот этот пессимизм, который у нас есть. Очевидно, что он есть и в других странах. Поэтому мы взяли статистику, которую проводили другие компании в разных странах и по расходной методологии, и, в принципе, задали нашим белорусам вопрос, когда все-таки восстановится экономика, да? Почти половина белорусов считает, что экономика не восстановится даже за год и приведет вообще к затяжному спаду. Причем это значение, оно максимальное среди всех стран, которые находились вот на момент опроса, например, на 20-м дне с сотого завалевшего, с сотого диагноза. На самом деле это страшно. Почему? Потому что такие экономические ожидания, они существенно влияют на поведение людей. Вместо поездки в санаторий, вместо покупки чего-то большого, вместо того, чтобы просто взять там кредит, какой-то либо отверстие депозитов в банке, человек будет склонен к тому, чтобы зажать внутреннее потребление. С учетом того, что ожидается возможное, в том числе, возможный спад внешней торговли, такие ожидания, они еще больше усугубят наш белорусский кризис, в который многие уже вступили, почти все вступили. Это видно, кстати, на потреблении каких-то ключевых категорий. Это данные не наши вопросы, это Белгазпромбанк проанализировал сотни тысяч транзакций, увидел, что произошло уже в марте, данные такие не апрельские, подносительно января-февралья. Вот смотрите, львиная доля категории, она упала на 40 и даже более процента. Ну что, очевидно, выросла электроника, люди начали покупать принтеры, машинки для стрижки, какую-то медицинскую технику, очевидно, доставка еды, аптека, парадоксально дом-ремонт, даже с нашими клиентами здесь мы общались, и та же Лома говорит, люди уехали на самоизоляцию на дачу, а на дачу жена и наша скамейка нужно покупать, нужно ремонтировать. Поэтому у них даже прирост трафика оказался. Автоуслуги, соответственно, наверное, тоже люди, которые захотели сами починить автомобиль, начали покупать запчасти. Все остальное в той-либо степени упало, и наверняка это падение в апреле будет еще больше. Теперь немного про запрос общества на тот или иной ответ со стороны государства. Как мы знаем, есть два. Если мы сведем все потенциально возможные ответы до двух самых таких просто сгруппированных меню, это будет или карантин, или то, что называется шведская, британская модель, хертом юнит, и вот это все. Когда мы предлагали респондентам выбор между формированием вот этого самого коллективного иммунитета, herd immunity, и максимального ограничения социальных контактов, мы наблюдаем картину, что люди все-таки больше стремятся к максимальному ограничению социальных контактов в этой картине. То есть им страшно представить, что вирус будет свободно распространяться. Мы вопрос по методе задали, то есть там все нормально. Мы можем сказать, что действительно различия есть. И связь тоже самая. Близкие в зоне риска. Если близкие есть, то ограничьте нас, пожалуйста, чуть-чуть сильнее. Если близкого нет, то можно и в каждом юнити потерпеть. И про перспективы развития ситуации тоже такая же связь. При этом, когда мы говорим про максимальное ограничение социальных контактов, речь, очень важно понимать, что речь не идет про какой-то хардкорный, жесточайший локдаун. То есть это в первую очередь запреты общественных мероприятий, это ограничения на карантин в учебных заведениях. Тут две возрастные когорты любят, это студенты и их родители. То есть 18-24, сколько там, 44-54, по-моему, такой год. То есть это самое популярное у студентов и их родителей категория. То есть жесткий карантин со всеобщим комендантским часом это не очень популярная история на самом деле. Поэтому... Ну и у нас был отдельный вопрос, что вы называете карантином. Если бы мы ввели карантин, на какой карантин вы бы готовы были пойти? Тоже были показаны не самые жесткие результаты. То есть люди хотели бы хоть какой-то реакции, но при этом не хотели бы получать Банхаммером по голове, что называется, за выход из дому. Есть, правда, аномалия. Это люди до 24 лет, которые выражают наиболее широкую поддержку именно тотальному локдауну. То есть вот у нас в среднем это 17-19 в предыдущем месяце. В этом месяце 34 у молодежи. В прошлом тоже было значимо больше. С чем это может быть связано? Ну, куча факторов, да. Я считаю, что один из основных – это то, из каких каналов потребляют более молодые люди информацию. То есть для них это соцсетки, тиктоки, все вот это, да. Фейсбук, Инстаграм, не в последнюю очередь. Да, это телеграм-каналы. Телеграм-канал... Был у нас открытый вопрос по телеграм-каналам. Ну, каким из них вы доверяете? Там один из самых популярных ответов – это был нефта среди молодой аудитории. Там в целом у нас не то, чтобы много ответов собралось, но общий тренд... Потому что вопрос был открытый. Но общий тренд можем проследить. И вот если посмотреть то, где берут другие люди информацию, да, и вот посмотреть на телеграм, но контент нефты, скажем так, несколько отличается от контента других людей, которые пишут про карантин. Вот, и поэтому... Ну, и потребление из каких-то телеканал... Из источников информации, которые более нейтральны, такие как интернет-сайты, например, Тутбай, да, или Онлайнер, или совсем успокаивающе действующее, такие как телевидение, среди этой когорты меньше, вот. Поэтому это может быть одна из причин таких переживаний насчет локдауна. Но при этом вот сами эти люди себя не особо сильно ограничивают, да. То есть они не соблюдают больше предосторожности, чем все остальные. То есть, скорее всего, это то самое. Ограничьте нас, пожалуйста, только не очень сильно, но выражены немного более, скажем, жестко. Потому что они просто получают информацию про из стран с полным локдауном, например, в ТикТоке и так далее. Какой здесь может быть вывод? У нас здесь есть какая история? Белорусы остаются, общая картина выглядит так сейчас, белорусы остаются пессимистами, но если в начале всего этого в марте боялись, что лясницы, систему здравоохранения, мы просто не выдержим, то сейчас на передний план выходят экономические опасения. И они вот сейчас уже прочно на первом плане замоцовались. Это из свеженьких данных, которые мы из бюрок опубликуем где-то 15 мая. Может, еще и отчет на следующей неделе повесим. Но 15 мая будет обновление на сайте Ковиды Коинами, это точно. При этом государство никаких особо больших активных мер у нас, как известно, не приняло. И чего люди от государства ждут, это более активных мер, в том числе достаточно безобидных, например, запрет на большие общественные мероприятия. Ну, люди сами себя уже ограничивают, уходят в добровольный карантин. Это все было перед парадом, вот опрошено. То есть, ну, возможно, какие-то необязательные мероприятия не требуют от государства сворачивать экономику. Не требуют всех закрывать в квартирах, требуют хотя бы что-то сделать, хотя бы как-то показать, что проблема отшивается серьезной. Вот, то есть люди, те, кто тревожатся посильнее, сидят в добровольном карантине, все абсолютно начинают регулировать свои доходы, готовятся к худшему. Я хотел бы еще уточнить, смотри, просто вот те данные, которые мы сейчас видим, это, в том числе, по первым двум волнам опроса, уже знакомые. С точки зрения, если ты говоришь, сейчас у вас уже прошла третья волна, может, поделиться какими-то еще из неопубликованных инсайдов. Есть ли вообще какие-то интересные корреляции и перемены по сравнению с первыми волнами? Стали более пессимистично и оптимистично? Что изменилось? Сохранение тренда. Наблюдаем сохранение тренда, то есть тренд на вот, то, что экономические опасения начинают быть более актуальными, сохраняется. Я не успел толком проанализировать все данные, то есть, потому что мы получили буквально вот сегодня с утра, но то, что я вижу, как бы не говорит о каких-то серьезных изменениях, как в сторону оптимизма, так и в сторону пессимизма. Сохраняется пессимистичный тренд, сохраняются опасения со стороны экономики. Насчет оценки государства, в целом, наверное, off the record могу сказать пару слов. Вот, I invoke Chatham House Rule. Окей, используем. Ага, давай. Немножко добавлю из того, что еще не опубликовано. Хочу спросить, это off the record или on the record? А это можно говорить, я думаю, что это опубликовано будет. Окей, хорошо. Из тех изменений, которые есть, начну, наверное, с интересных и забавных, это изменения в образе жизни в отношении к спорту. Сильно много людей стали правильнее питаться и готовить дома, отказались от снеков и от того, что мы считаем вредной пищей. Люди, которые занимались спортом в залах, перестали им заниматься. А те, которые делали какие-то моркауты на улице, стали активнее заниматься. Это такие вот изменения в образе жизни. По отношению к удаленке здесь... То есть, значит, как будто коронавирус возможно сделает нас здоровее. Ну, может, против нашей воли. Может, против нашей воли. Тех, у кого, скажем так, бюджетный спорт, очевидно, да. А те, которые ходили в тренажерку, ну, вряд ли. Ну, вот, я ходил в тренажерку, а теперь бегаю по улице, потому что по улице держать дистанцию можно, а в тренажерке нет. Да и со здоровой пищей тоже большой вопрос, что причина. То есть, скорее всего, ну, закрывались просто кипяты, которых люди раньше питались, и они сейчас, ну, вынуждены питаться домашней едой, поэтому... Ну, и доходы к тому же падают. В ресторан особо не походишь, когда доходы падают. Доходы падают тому кучу людей. Вот таких людей, которые раньше ходили в тренажерку, а сейчас перешли на улицу, вот таких вот меньше, чем тех людей, которые отказались в спорте в целом. В этом такая достаточно забавность. Потом люди, которые перешли на удаленку, как они оценивают? Большинство из тех, кто перешел на удаленку, считает, что эффективность у них поднялась. Многие хотят, хотели бы перейти на удаленку, но причем тут очень интересно такое гендерное различие. Мужчины не переходят на удаленку, называя самой основной причиной то, что они не могут работать дома из-за характера работы, а женщины значительно чаще, мужчин говорят, что я не перехожу на удаленку, потому что работодательность. Вот. Забавное наблюдение. Потом у удаленки есть минусы, и опять же здесь мужчины и женщины разделились. Мужчины считают, что основная помеха на удаленке это семья и дети, а женщины говорят, что стало больше обязанностей по дому. То есть такое тоже гендерное различие. Когда говорим семья и дети, ну что, они отвлекают, мешают работать. Женщины больше боятся, что их будет отвлекать быт. Очень прикольно про дистанционное образование, не забудь сказать, если... Да-да-да, дистанционное образование, это прямо большая воля, и наше, наверное, наибольшее удивление. Как оказалось, что родители оценивают готовность своего перехода к дистанционному образованию очень высоко. То есть большую половину людей о дистанционном образовании к концепции очень позитивно, и говорят, что если бы там возникла необходимость, мы бы могли на это перейти. При этом, когда мы правильно, грамотно задавали вопросы, когда мы попросили оценить именно белорусскую систему образования, картина была удручающей. Готовность белорусской системы образования к переходу на дистанционку, имею в виду, конечно. Да-да-да. Две трети говорят, что они готовы. Мы ожидали гэпа, но не думали, что он такой большой. То есть если я правильно понял, Евгений, то есть родители сами готовы, но они не видят такой готовности со стороны системы образования, так? Да. Да, можно так сказать, совершенно верно. Причем, когда они говорят готовы, это в том числе с технической точки зрения, то есть затруднения есть только у 20%, и они чаще всего связаны с тем, что там просто комнаты нет у ребенка. Поэтому, да, в гипотетической ситуации, что у нас система образования внезапно была так вот готова переходить, я думаю, у нас бы не было проблем со стороны общества. Да, то есть снова есть этот разрыв между готовностью общества и готовностью к системе образования. Действительно интересно. Хорошо, тогда, если я так понимаю, по слайдам, тогда, наверное, примерно все? Да, у нас есть еще два, ну, там три буквально слайда, может, Андрею Стрижаку, они будут интересны. Это про активность людей и бизнеса в поддержке, ну, инициатив, посвященных борьбе с ковид. Вот, мы можем их просто показать. И, ну, вот, мы задавали вопрос, что считают самым важным, да, то есть это, как ни странно, вот то, чем занимаются, вот, байковид и другие инициативы, да, вот, ну, потому что помощью пожилым, насколько я понимаю, занимаются меньше всего, да, напрямую. Андрей, поправьте меня, если я не прав. Я, возможно, путаюсь. Андрей, вы на мьюте. Да, по поводу помощи пожилым, я могу сразу сказать, что есть несколько инициатив волонтерских, которые тоже занимаются этой закупкой, и, в частности, вот в Гомеле есть группа, которая называется «Маленькие солнышки», и они занимаются именно помощью пожилым. Их достаточно хорошо идут сборы на моло-моло. Вот, поэтому, как бы, да, если прокомментировать, ну, я уже так смело взял слово, может быть, немножко пройдусь по этим столбцам, если вы не против, Филипп? Да, пожалуйста, я думаю, что органичное развитие беседы. Вполне, да, со совмещением, мне даже не придется передавать слово Андрею, Андрей сам подключается. Отлично, давай. Значит, смотрите, сбор средств и покупка аппаратов ИВЛ для больниц – это, на мой взгляд, такой больше результат информационной волны, информационных потопов, в которых люди прибывают, которые понимают, что важное количество ИВЛ, они должны быть обязательно, потому что человек, который на них попадает, вот он в них нуждается очень сильно и экстренно. Но надо помнить о том, что по официальной статистике Минздрава у нас 2200 аппаратов из специализации в Минздраве и еще больше 3000 так называемых наркозно-дыхательных аппаратов, которые тоже можно использовать в профиле лечения ковид-промимонии и прочего. Я думаю, что вот этот момент, он как бы такой больше медийный, чем отражает реальную потребность системы здравоохранения. По крайней мере, из всех доноров, с которыми мы работаем, часть, конечно, занимается закупкой ИВЛ. Но чтобы вы понимали, один аппарат искусственной вентиляции легких – это около 50 тысяч долларов. И за эти деньги, во-первых, их надо собрать, во-вторых, за эти деньги можно купить много чего другого, что тоже очень важно и нужно больнице. Третий пункт интересный – размещение медработников в гостиницах для минимизации контакта с близкими. По этой теме тоже есть инициативы, которые работают, приюти героев называется. И там тоже есть своя собственная движуха. Но тут проблема в чем? В том, что многие гостиницы, государственные в том числе, очень сложно подходят к этому вопросу, потому что непонятно, каким образом будут компенсироваться расходы этих гостиниц из госбюджета и как это все будет выглядеть. Ну и плюс Беларусь, к счастью, на мой взгляд, миновала вот эта ситуация хейта потенциальных носителей ковид, которыми являются все, без исключения медики, сейчас в нашей стране. Но тем не менее, есть определенные проблемы с тем, что вот как дезинфицировать потом эти помещения, как вообще действовать гостиничным сотрудникам. И четких инструкций, к сожалению, тоже не очень много. И весь мир сейчас с этим столкнулся и пытается дать ответ на эти вопросы. Тут мы видим четвертую колоночку «Наша родная». Это Байковид-19 как раз работает в этой теме. Сборное средство защиты для медиков-социальных работников. На данный момент уже больше четырех десятков таких сборов только на площадке Мола-Мола. Я знаю, что ведутся сборы еще и напрямую на карты самими медработниками, тоже они как-то свои собственные отделения пытаются обеспечить. Поэтому меня радует то, что люди считают это важным. Это в пятерку самых важных, конечно, входит. Сбор средств на тесты для идентификации ковид. Сложная тема для меня, на самом деле. Мы тоже много раз командой нашей рассматривали вариант сбора средств на такие тесты, закупку таких тестов, но пришли к выводу, что сам тест, который имеющий практически 30% ложноположительных, ложноотрицательных результатов, он имеет такую себе ценность в плане выбора, что мне купить. Или купить десяток респираторов, или купить десяток этих тестов. Причем они достаточно дорогостоящие и по большому счету дают только какое-то понимание человеку о правилах самоизоляции, потому что фактически наша медицина сейчас работает только с тяжелыми ковидными, остальные болеют дома. И, ну, не знаю, это больше для собственного спокойствия, что ли, поэтому... Ну да, как минимум, тест точно, как бы сам по себе тест не вылечит, а республика, наверное, может защитить, как минимум, да. Да, и вот этот момент, конечно, такой, что человеку хочется знать, конечно, что происходит с ним, но, тем не менее, специфического лечения коронавируса не существует нигде. Его не лечат нигде в мире, лечат только последствия, которые возникают от его воздействия на человека. И поэтому, если у человека пневмония, двусторонняя, осложненная коронавирусом и вызванная коронавирусом, то понятно, что как бы лечиться он должен в условиях стационара. Если же у него легкое течение происходит, и он видит симптомы, он просто должен изолироваться, отселить своих родных и близких, не знаю, на дачу, как вышло, например, со мной, что сейчас мы сделали такой примитивный вариант на тот случай, если я стану носителем или заболею. Я надеюсь, Андрей, такого не случится, и заздоровеет тебя, конечно, и всем волонтерам. Я только хотел, давайте, может быть, чтобы наша дискуссия не сворачивала в сторону обсуждения самого коронавируса и подробности, да, лечения от него и тестирования. Я бы все равно хотел быть первым человеком, Андрей, который спросит не про респираторы ФПП-3, а именно про людей, про то, как действительно вот эта реакция общества, потому что вы уже сталкиваетесь с разными вещами и с поддержкой, и с какими-то хейтами, которые там говорили, что вот все деньги там на моло-молы, там настолько с младшим Бабарикой обогащаются, тем остальным. Тем не менее, какие вот выводы о реакции белорусского общества ты, наверное, сам для себя делаешь, и как ты думаешь вот этот потенциал солидарности, который вы сейчас видите, который формируется вокруг вашей команды и вокруг всего остального, как он повлияет на какую-то будущую активность в белорусском обществе? Ну, на данный момент у меня есть такое впечатление, ну, вообще у меня по жизни впечатление, что я живу в определенном таком пузыре, который в себя включает то больше, то меньше людей, и ясно, что то, что происходит вокруг нас, оно вряд ли отражает всю картину и все воззрения белорусского общества, но тем не менее, на мой взгляд, на мою субъективную оценку, около 300 тысяч человек сейчас в этом пузыре с нами, как минимум, это все медики, это та часть активных волонтеров, которые помогают, по моим подсчетам, это порядка 5000 человек по всей стране, которые так или иначе заняты этим процессом, и это наши жертвователи, и вот учитывая то, что получается собрать такое количество денег, такое количество помощи, это показывает, что даже эти 6%, которые мы сейчас, точнее, вы, наверное, не видите, я вижу, это спонсорство инициатив или волонтерство со стороны респондентов, 6% человек опрошенных, да, помогали, а 94%, соответственно, не помогали, то эти 6% это очень большая сила, тем не менее, несмотря на то, что они меньшинство, во многом, потому что, я думаю, это представители бизнесов, у бизнесов достаточно четкое понимание, что помогать нужно, и что во многих ситуациях от того, как будет работать система здравоохранения, зависит, насколько быстро бизнес выйдет из кризиса, и вот я вижу, что здесь Харека на первом месте, это абсолютно логично и абсолютно понятно, потому что и бизнесы, связанные с Харекой, очень связанные с потоком клиентов, и если границы будут закрытыми, а есть такая опасность, что даже после того, как Евросоюз начнет открывать внутренние границы, белорусские границы, к сожалению, будут закрытыми, то этот бизнес просто окончательно ляжет, то есть они сейчас очень плохо себя чувствуют, но если это будет продолжаться, то это будет еще хуже. Вот, по поводу промышленности, скажем честно, я больше сталкивался, наверное, с информационными технологиями, с предприятиями, которые нас поддерживают, но промышленность тут тоже как бы понятна, потому что если будут болеть работники заводов, то промышленность не сможет работать, и все тоже взаимосвязано. Вот. Ну хорошо, смотри, а вот те вот, сейчас говоришь, 300 тысяч человек, которые так или иначе энгейдж в это взаимодействие вокруг Байковида, в частности, наверное, их можно поставить еще больше, потому что, я думаю, в других компаниях, кто-то, сразу какую-то непосредственную помощь, я не знаю, может помогать просто врачу, который его сосед, как ты думаешь, что с одной стороны можно, наверное, такие крайности, с одной стороны, можно представить, что завтра они там все после эпидемии выйдут и будут активистами, будут что-то делать на благо общества, просто они привыкли, а с другой стороны, можно представить наоборот, что эпидемия пройдет, и все такие выдохнут, выгорят, устанут с активностью на новые годы, и наоборот, ничего не будет. Какое у тебя ощущение? Насколько ты видишь во всем этом потенциал какого-то дальнейшего действия, потенциал каких-то изменений в мышлении людей, в их подходе к жизни, а насколько это какой-то вот ситуационный порыв, который вряд ли что-то изменит, как ты видишь? Ну, мой взгляд в этой ситуации такой, я считаю, что человеку, который живет в белорусских реалиях, очень не хватает опыта побед, очень много ограничений, очень много ситуаций, когда мы живем в очень жестких рамках, за которые мы не можем выйти, а в этих рамках далеко не каждый может себя реализовать той степенью, которую хочет, и сейчас вот такое вот, несмотря на то, что это очень сложное время и для общества, и для медицины нашей, это время возможностей, время возможности показать себя с какой-то другой стороны. Я вижу по нашим волонтерам, которые участвуют в компании, они люди, которые так или иначе реализовались в разных других сферах, но вот сейчас у них есть возможность такой как бы реализации своей мечты, человек, например, всю жизнь мечтал заниматься закупками, или всю жизнь мечтал возить помощь, получать эту энергетику позитивную от людей, которым он помогает, и сейчас он в этом участвует, ему это по кайфу, ему это нравится. И мой взгляд в том, что, возвращаясь к опыт побед, я уверен в том, что опыт побед это то, что не забывается, потому что, если переводить немножко на такую подобную ситуацию, когда разговариваешь, разговаривал раньше с пожилыми людьми, пережившими войну, именно в качестве военнослужащих, они говорили, что это было очень жесткое время, очень тяжелое, очень полное опасности и испытаний, но самое интересное, что у них в жизни было. И потому что они были вместе, потому что они достигали каких-то конкретных задач, конкретных, побеждали, и очень хорошо это запомнили. То же самое я ожидаю от этой истории. Те волонтеры, которые участвуют сейчас в этой компании, наверняка будут помнить этот пример как пример эффективного взаимодействия с другими людьми, как пример очень большого прокачивания скиллов по достижению конкретных задач, конкретных целей. И те связи, которые сейчас формируются между этими людьми, они будут устойчивыми, на мой взгляд, потому что в большинстве случаев, тем не менее, хоть мы говорим о массовом движении, о том, что новые люди приходят в процесс, я вижу, что во многих городах ключевыми персонами остаются те же самые гражданские активисты, которые раньше как-то активничали, они просто перепрофилировались. Вот я тоже такой пример. Я как бы, ну, понятно, что я волонтер, что там я очень давно занимаюсь этой всей историей, но я не занимался конкретно помощью белорусскому здравоохранению. Сейчас я перепрофилировался. И такое происходит во многих городах, и вокруг этих людей сформированные костики активистов, они могут начать влиять на ту ситуацию, которая там у них есть на местах. И я в целом позитивно смотрю на этот момент. И отвечая, последнее, что хотел сказать, отвечая на вопрос про выгорание, очень важно, как ты заходишь в этот процесс, чтобы понимать, как из него выйти. Есть, конечно, негативные примеры, когда люди очень быстро вскочили, взяли на себя большую ношу и достаточно быстро точно так же из процесса и вышли, потому что, ну, перегорели, потому что слишком много времени это отнимало и слишком большая была нагрузка. Но если правильно рассчитать нагрузку, вот как, например, наша компания работает, ну, сегодня 48-й день работы компании. Я понимаю, что я, может быть, выгляжу не самым лучшим образом сейчас, но я не выгляжу как человек, который вот сейчас упадет и умрет. Мы все-таки как-то научились работать с этим и это тоже очень важный момент. Если мы качественно зашли и качественно выйдем из этого всего процесса, то мы выйдем сильнее, а не слабее. Спасибо, Андрей. Мне очень понравилось вот это вот сравнение с таким военным опытом, ветеранским, наверное, может быть, потом мы увидим, не знаю, движение ветеранов, ветеранов ковида, и это действительно будет каким-то интересным феноменом в белорусском обществе. Вадим, добавить можно к этому? Да, да, конечно. Можно? Или похоже? Да, конечно, можно. Я в двух словах буквально. То есть, ну, Андрей очень правильно рассказал про какие-то вот отдельные активные элементы вот всего процесса, да, про людей, которые именно сейчас занимаются вот волонтерством, помощью, все верно. Я могу более не общество подложить, как это все может теоретически развиваться. То есть, де-факто, есть как бы три сценария, вот, и зависит очень сильно в том числе от реакции государства, какой из них у нас произойдет. Ну, один из них у нас невозможно... Ну, это сценарий сплочения и солидаризация, да, вот, общество на фоне происходящего кризиса. Второй сценарий это полнейшая общественная атомизация, то есть, то, что у Гоббса была названа война всех против всех, когда ничего, ну, все очень плохо. И поляризация по какому-то определяющему признаку, да, когда мы группу какую-то находим и ненавидим за то, что они нам ковид принесли. У нас вот этот невозможен, поэтому в двух словах про два других варианта. То есть, то я вижу в Беларуси огроменный просто потенциал для солидаризации и сплочения, потому что у нас очень гомогенное население, которое друг от друга сильно ничем не отличается, да, вот, и в целом оно не... Ну, учитывая, что переживания у нас в основном экономические, да, то даже если будет какая-то, ну, кризис и потеря вот контроля над экономическими какими-то инструментами приведет в худшем случае к панике образца 2011 года, при этом солидарность с людьми, которые борются с ковид, наверняка никуда не денется, да, вот, и здесь какой прикол, то есть, какой мобилизационный потенциал, да, у этого всего, вот, пропадет ли это или не пропадет, очень сильно зависит от реакции государства, которое у нас любой низовой инициативы по традиции опасается, что если вдруг будут какие-то попытки, ну, как-то вот эту вот солидаризацию без государственного одобрения, условно говоря, то есть, ну, байковид, про него там в СМИ особо не говорят, государственные, насколько я знаю, то есть, это не поддерживается прямо генеральной линии партии, то есть, если вот будут какие-то попытки это все задушить, остановить, то, возможно, это все продлится, ну, накопится очередной такой виток раздражения в обществе, и все это выйдет из-за предела ковида и всей этой истории, но это очень маловероятно, если, потому что мне кажется, что сейчас все понимают, что это работа на благо всех абсолютно, то есть, даже если они это формально не поддерживают, люди, которые в государстве решения принимают, то надеются, что не станут останавливать как-то. Ну, и второй вариант это атомизация, которая у нас тоже теоретически возможна, если у нас действительно коллапснет, например, система здравоохранения, я в это вообще не верю, тогда абсолютно непонятно, что будет, потому что вот несмотря на объединяющий какой-то потенциал у кризиса, у этого кризиса от того же Хавьера, когда все объединились и начали друг другу возить чай в поле и бензин подливать людям, которые застряли за городом, есть принципиальные отличия. Хавьером заболеть нельзя было, да, то есть, если у нас действительно коллапснет система здравоохранения настолько, что люди будут видеть, что уже все просто, вот не справляемся, да, что болезнь очень опасная, люди, ну, там, погибают, да, и нет какого-то контроля над ситуацией, то тогда может вот эта вот опасность именно подцепить эту очень вирулентную болезнь выступить как такой катализатор атомизации. Это вот два потенциальных варианта развития событий с точки зрения общества. Лично я верю в солидаризацию. Хочется верить, я бы хотел еще уточнить у Андрея, действительно, я вот, если такое очевидное есть, мы условно смотрели там видео с Радио Свобода, которое делало в этом формате Морква, а было вообще какие-то кейсы государственных СМИ, может быть, региональных, может, еще каких-то, которые как-то с Байк Витом взаимодействовали, был ли такой опыт? Ну да, безусловно, мы достаточно много сюжетов про нас выпустили на ОНТ, там три или четыре сюжета было, единственное, что, конечно, был нюанс в том, что название компании не называлось, и там не с первого раза были показаны вообще там галерея унискладовая, но, насколько я понимаю, у них такая политика в отношении очень многих и бизнесов, и вообще инициатив, они особо не светят эти названия, не знаю, почему так, но вот такая вот ситуация. УНТ, да, активно насчет других медиа были попытки взять интервью, я давал интервью всем, то есть у меня политика такая, что как бы мы работаем с государственными, с негосударственными СМИ и даем комментарии, потому что наша работа транспарентна, открыта, и цель ее достаточно прозрачная, это помощь медикам, вот, она не несет каких-то там задач и целей, которые были бы направлены там, на какие-то достижения политических дивидендов, вот, поэтому мы работаем со всеми медиа, и, ну, кроме УНТ, я как бы так вот конкретно не могу сказать, что с кем-то у нас наладились такие четкие хорошие отношения рабочие, когда бы они приезжали и делали такие съемки, поэтому вот это, наверное, все-таки не алгоритм, а инцидент, и, да, я могу сказать о том, что государственные СМИ с опаской к этому относятся, потому что мы не в часть, не часть государственной системы, про Белую Русь пишут, там, про БЛСМ пишут, про всякое такое, вот, а про нас особо-то и не пишут, ну, и ладно, про нас пишут все остальные, зато поэтому тут как бы вопросов особых нет. Насчет того, что Филипп сказал, да, действительно, есть такая, есть такая ситуация, что власть, безусловно, может в любой момент начать делать так, чтобы наша работа была невозможной, но на данный момент я должен сказать, что в целом тот уровень взаимодействия с Минздравом, который и есть, тот уровень взаимодействия с Министерством иностранных дел, который у нас формировался, показывает, что это сотрудничество возможно, мы работаем, например, с тем же самым посольством Беларуси в Варшаве, мы видели, наверное, информацию, что мы передавали с их помощью аппаратур от диаспоры, которая диаспора собрала денег и купила, и это как бы тоже такой вот очень хороший звоночек для нас, о том, что мы можем работать, и мы показали себя, они показали себя, и в целом, я думаю, что стороны довольны так и взаимодействия. Спасибо, спасибо. Андрей, тогда еще был, был у Евгения какой-то комментарий, или мы тогда будем двигаться дальше? Я очень короткий комментарий сделаю по поводу социализации. Множество исследований проводилось в самых разных темах, которые говорят о том, что когда человек начинает делать что-то маленькое и простое, вероятность того, что потом он будет делать то есть что-то по этой же теме там большее, оно сильно выше, чем если сразу человека попросить в чем-то большом. Поэтому даже с такой психологической точки зрения, по идее, если не будут какие-то супер, вот так словом, или жесткие действия со стороны государства, подобные инициативы они неизбежно приведутся в реализации общества. Спасибо, спасибо, Евгений. Так, наверное, хотел бы еще ответить. Мы сейчас говорили, когда с Андреем, например, компания, которая занимается непосредственно медицинской помощью, то, что касается респираторов, ПП-3, все остальное, а лягче, если бы, если бы, завернуться до Павла Головуса, то, что ты координаешь компанию угодно, яка с одного боку не занимается такой, напросто, это помогает медицинской медицинской области, но, так само, старт компании был сильно связан с коронавирусом. Я так хотел, как ты краху рассказал про компанию угодно, как она началась, и про то, как ты бачишь эту реакцию громадства, так само, как бизнес соусы, так само, что ты наблюдаешь права с масками. Я дякую, Вадим. Я спочатку дадам до минулой размогы. Мне подается, что вся эта история с коронавирусом показала все таки, что у нас есть громадская субвольность, и там шмат мы чули, что а где наши громадские организации, а где что, а никого нема, а кто что робить, але мы бачим, что процедурники абсолютно разных инициатив, организации объедналіся и робят агульную справу. И это показывает, что вся инфраструктура, которая шмат годов створалась, инициативы, организации, тренинги, оно пошло недарма, бо выросли лидеры, выросли люди, которые могут брать на себя отказность и робить серьезные важные справы. И иншее, что я зауважу, мне подается, что вся история будет классным досвидом для активистов, он даушанец, во-первых, на вопрос працаваць не только с фондами, грантовыми структурами, а с белорусским бизнесом. Реально, эта компания показала, что можно працаваць на внутреннем рынку с с злауць, случайными людьми, которые не страх вяруют, бизнесом, которые приходят и говорят, чем-то помог, что сделать. И так показывает бизнес на себе почав брать социальную отказность и действенно пропанул реаговать, худка, действенно сам починать свои справы. Про компанию Годнодалей я покажу, что мы сутыкнулись с такой ситуацией, с двумя ситуациями. Первое, падение выручки прикладно на 50-60 отцотков и думали, что работать. Люди не идут у крамы, люди сидят без працы. И мы одни из первых придумали историю, что будем шить маски. И я могу сказать, что первые 2-3 дни, когда мы запустили компанию, они помогли нам три моменты. Допомогли нам, по-перше, загрузить працей нашу вытворчость, по-другое, звернуть увагу медээфект для крамы, про ее пачули люди, которые не чули. по-третье, отримать позитивный эффект от тех людей, которые уже давно были с нами. И все в вынику спрацовало и нам на корысь. И по-четверте, мы сделали добрую справу и отримали колоссальный фидбэк от звучайных людей и наших покупников. При этом самое цикавое, что на 100 тысяч подписантов наших садсеток, я проанализовал, прикладно поудзельничали у компании те, кто охверовал гроши. Это до тысячи человек. Мы оцениваем нашу аудиторию в 100 тысяч человек. з аудиторию только 1%, які реально зарабили крок и пералечили 5-5 рублев. Это еще раз доказывая и по минулым акциям, что фактично рухают процесс и робят справу в лепшем выпадку 2-3 проценты, а звычайных это 1% людей, які начинут активную справу робить. Про компанию... Фактично это помогло нам и самим працаваць и робить корыстные справы. Это важно, что это хапает. И пара компанию годна мы амаль год рыхтовали гэтую компанию и идея першасная была, что мы запускаем доследование, якое некорьки дзе назад запустили разом с коллегами с Сатио. И по вынняках этого доследования запускаем шмат разных активностей, которые будут популяризовать его вынняки. Кто не это доследование по национальной идентичности. Но ситуация была. И мы должны начать первые мероприемства в высоковеку этого года, уже офлайновые мероприемства между компаниями. Але ситуация сказалася так, что мы не смогли сделать офлайн запуск компании, мы не смогли организовать наступные мероприемства. И требовало худко думать, альбо взвесим отмывляться от компании, альбо переводить ее в інший формат. Ну и зараз мы активно рыхтуемся и плануем в ближайшие некольки тыдня запустить некольки онлайн продуктов, які будут тем леку далей все ж таки прасовы те идеи, які мы этой компании закладали. Кто не в теме, год на бай, там все расписано. худко будешь шмат информации. Дякую, Паша. Я шел вось так само хотел докладнить, то в общем, партнераз такого и бизнесового пункту леджжения, и пункту леджжения компании. Што так само стычаться людзей, мак чему шмат коммуникаешь из турного осеротку, из активистов, бог вось гэт ты выклик, на кольки, як ты речешь, яким могут быть долготерминовые наступства, бог не только тое, что изменило нашу працу зараз, але я калейшу, что застанет на будущем, что мы вынесем, и что мы выйдем? Ну, перша я пачну с бизнеса, но на дадзинный момент я отшываю все больше наближение катастрофы, потому что гэт заначки, некие ресурсы компании, які заставались, якими можно было утрымливать, и они все скончаются и скончаются, мы для себе поречили, что за минулый год мы запластили податка 150 тысяч рублев, а за 10 годов моей деяности как ИПшника, как компани, миллиона рублев податка мы заплатили, что мы отрымали от державы, и податка ничего, и на дадзинный момент мы не извольнили ни одного из 15 наших супрационников, але калі ситуация, якая зараз отбывается, и он будет протягиваться 2-3-4 месяцы, то нам доведеться зачинять компанию, потому что мы не вытягнем, калі реальне никакой податки бизнесу от державы не будет. И это про эту тему, на кон грамадзянской активности супольности, вся гэта история дала махчымасть наладить коммуникации с тими абсолютно разных супольностей, которые, в ранейшем не перекрыжовались. Кто ведал, что опозицийные, опозицийные активисты, напрямую будут контактовать с Министерством Замежных Справ, с Министерством Здоровья и выращать проблемы агульные для всех нас, агульные для державы. Ну и таких прикладов я ранее сказал и про бизнес и громадскую супольность, и на прикладе Арцядибы, як зараз Арцядиба разом с Оливарией робят офлайн концерты, безпечный лайф, ну и таких прикладов я спадюся будзе больше больше грамадский сектор и бизнес разом робить некие корыстные справы, как корыстные проекты в тем лику и онлайн. Да, дякую, Паша. Таксо, правда, у нас я бачу учатя, так, дякую, Татьяна с нами вымышленная развитация. Я так помню, Оля, Ольга Драндова хотела задать вопрос, если я правильно помню, да, вопрос можно будет задать в таком случае Антон может включить микрофон и твой вопрос welcome. Да, ну, вы можете тоже сами себе включать микрофон. все могут включать, окей. Окей, тогда, Оля, все с вами. Да, представься, потому что, думаю, не все узнали. Мне сейчас надо что-то включить или меня уже слышать? Нет, уже слышать, уже можете говорить. Окей, нет, я просто не то, чтобы у меня срочно, я думала, просто все закончат, и потом будет, как обычно, такой раунд вопросов. Да, но выглядит так, как будто бы так и есть, в общем, мы со мной высказали, поэтому, почему бы не начать, раз ты в этом написала, как раз. Хорошо. У меня три с половиной вопроса, если можно. То есть, может, представься, чтобы... А, надо представиться. Ольга Трешкова меня зовут, да, я нахожусь в Германии, и в том числе работаю редактором одного аналитического издания «Беларусь аналитик» называется «Про Беларусь». Вот, с этой темой ковид тоже постоянно за ней слежу. В принципе, наших коллег в Германии достаточно это интересует. Тема, много кто с непониманием относится к тому, что происходит в Беларуси. У меня будут три вопроса, еще один очень маленький про цифры, потому что я как раз вот перед вебинаром сейчас посмотрела еще исследование последней сайте, у меня там некоторые факты удивили. Первый вопрос, собственно, мне его тоже сегодня задали, я интервью давала одному немецкому СМИ, я сразу не то, чтобы совсем понимала, как на него ответить, меня интересует, вот что вы бы сказали, я не знаю, кому конкретно задать вопрос, вот кто сможет ответить. Меня спросили... Ты можешь задать, тогда все задают эти вопросы, а потом все прокомментируют по совокупности. Меня спросили, можно ли то, что называется вот этим народным карантином в Белоруссии, можно ли это отнести по каким-то критериям к акту гражданского неповиновения? Я ответила, как смогла, но мне интересует, я не буду говорить, как, мне интересует, что вы скажете. Второе, в принципе, вопрос хотела Андрею, вот, очень рада хотя бы онлайн познакомиться, где Андрей? Огромное спасибо еще раз за все, что вы делаете, я очень вас всех рекомендую, слежу. В принципе, этот вопрос почти уже ответили, да, моя тоже был вопрос больше в направлении, а что это все принесет, вот то, что сейчас наблюдается. Может быть, немножко кто-то рассказал бы про политический элемент, то есть, я даже не про выборы, а про то, что будет потом, то есть, у нас же был пример, ну, у нас, я сама из Беларуси, я иногда говорю, у нас, был же пример вот этих матерей, да, по статье наркотической, это были неполитически активные люди, которые вот по причине определенной проблемы, да, объединились и решили участвовать в выборах, то есть, были там протесты в Бресте и так далее, ну, есть некоторые примеры, то есть, кто-нибудь верит в то, что вот этот вот подъем волонтерского оптимизма может превратиться в ближайшие несколько лет во что-то околополитическое, то есть, что люди поймут, например, что не только Министерство образования не справилось со своими задачами, а есть еще другие структуры государственных в Беларуси, как оказывается, тоже не справляются со своими задачами. Может быть, мы увидим каких-нибудь там матерей или наоборот детей ковида, у которых умер от свек, например. Ну, или врачи, почему нет, если они сейчас видят, что вообще происходит, что о них кто-то забыл, да, то есть, вот в эту сторону вопрос, и еще, если можно, пару примеров, тоже к Андрею, вы говорили где-то или писали, что вы сотрудничаете каким-то образом именно с Минздравом, вот как это происходит, то есть, это от вас была инициатива или от них, и какие именно формы, может быть, просто пару примеров сотрудничества. И еще два маленьких вопроса про цифры, они меня немного удивили. Сейчас, секундочку. Про коллапс системы здравоохранения. Я сравнила с данными по марту, получается, что в марте боялись 60% коллапса, а сейчас боятся 30%, то есть, два раза этот страх у людей снизился. Как вы думаете, он снизился потому, что люди просто начали больше думать про свою зарплату, про то, что есть нечего, или люди действительно начали чувствовать, что в принципе, да, заболевание есть, ну, как бы люди, да, не умирают пачками, грубо говоря, они видят у себя в деревне или в городе, окей, больницы не переполнены, в принципе, есть смерти, ну, как бы не повально, то есть, как вы думаете, у них это ощущение безопасности из-за того, что реальность такая или просто им не до этого, ну, у них денег не хватает. Последний маленький вопрос про цифры, про телевидение. У вас же был онлайн-опрос, получается, в онлайн-опросах же, оно обычно участвуют более такие, ну, не знаю, активные люди, то есть люди, которые обычно не смотрят телевизор, ну, или смотрят, но не только телевизор. И все же в апрельских данных 50% людей, которые получают информацию по ковиду, получают ее из телевидения в том числе. А если посмотреть на возраст, у меня это вообще шокировало, получается 40% людей от 18, то есть люди от 18 до 34 лет составляют 40%, нет, наоборот, 40% таких людей, то есть самые молодые люди, все-таки смотрят телевизор с целью узнать про ковид. Меня просто интересует, зачем они смотрят, то есть они смотрят, чтобы, чтобы зачем. Зачем люди смотрят телевизор, это хороший вопрос. Я не уверен, что Филипп знает ответ на него. Да, я знаю, не есть что сказать. Я не так выразил, я понимаю, зачем. На самом деле, там много полезной информации, там же рассказывают про вирусы и все такое. Но мне интересно, они смотрят просто для интереса, чтобы сравнить, или действительно вот эта вот категория, молодая, в таком количестве способна верить тому, что говорят. Ольга, у меня есть ответ. Вадим, да, извини, пожалуйста. Нет, давай, Филип, давай тогда начнем. Раз начинаешь, давай тогда с данных, тогда мы потом... У меня есть ответ на самый первый вопрос про гражданское неповиновение, потому что, ну, я как социолог, в принципе, представляю, что является актом гражданского неповиновения, а что нет. И про цифры, конечно же. Давайте тогда с простого начну. С акта гражданского неповиновения. Ответ на этот вопрос, является ли фолькс карантин актом гражданского неповиновения. Неповиновения нет, не является. То есть акт гражданского неповиновения предусматривает какое-то нарушение законное. То есть у нас нет закона типа «ходите и работайте, тусуйтесь, ходите по барам, как и раньше, развлекайтесь». Ну, налог на тунеядцев – это шутки шутками. Да, это шутка, да. То есть это скорее, чем акт неповиновения, это скорее какая-то попытка заместить с собой, заместить своими действиями недостаток государственной реакции. То есть это не что-то организованное, это не что-то такое прямо суперосознанно протестное. То есть в каких-то случаях, безусловно. То есть есть очень много людей, наверняка, которые думают, «О, господи, почему же нас до сих пор не карантинировали? Ах вы, убивцы, карантинируюсь я сам, а с чувства протеста». Но это типа «not so widespread», что называется. То есть это не акт гражданского неповиновения, потому что ничего, законы никак не нарушаются по факту. Насчет цифр. Почему снизилось опасение коллапса системы здравоохранения? Ольга вынуждена вас разочаровать, оно снизилось из-за изменения методологии опроса. Смотрите, мы в самом первом замере, потому что мы спрашивали только тех, кто считает, что ситуация ухудшится, и у нас было значительно меньше вариантов ответа, выборов потенциальных плохих аутхомов. И вот когда мы подобавляли экономические какие-то штуки, то есть здесь может быть нет… Мы можем, потенциально можем на уровне какого-то тренда сказать, потому что мы, конечно же, смотрели и среди тех, кто сказал, что ухудшится по второй волне, и цифры, в принципе, на фоне экономики коллапс системы здравоохранения в апреле был не так важен. Мы можем сказать, что есть тренд, но то, что экономические проблемы, вот они более актуальны. Проводить прямое сравнение с мартовским замером по этому параметру, к сожалению, невалидно. Просто за счет того, что мы изменили методологию, потому что мы в марте вообще не ожидали, что мы будем делать такой вот прямо трекер. Мы думали, это будет какая-то разовая вещь, надеялись повторить ее хотя бы через месяца-два, вот, а тут мы выяснили, что это оказывается очень интересно. А тут пришел Бирокко, пришлось работать прямо сейчас. Нет, нет, почему? Мы и без Бирокко запустили бы и без Бирокко, так просто с Бирокком удачно совпало. Коллегам нужно выразить спасибо. Ну вот, ну, за ковидо-иконами это круто очень. Вот, и насчет второго вопроса… Телевизор, да. Или, Вадим, да, давай. Да-да, про телевизор, да. Про телевизор, ну… Маленькую реплику, чтобы… Конечно. Немецкие СМИ уже получили эту информацию от меня, и так рождаются фейк-ньюз. То есть я… Ну, мы в презентации всеми силами избегали сравнения, вот именно как… Потому что невалидно. Вот надо было, наверное, написать в рамку, взять, что… Не стоит, да. Ну вот, прошу тогда, если можно, еще что-то сделать. Остановите распространение фейк-ньюз в Центральной Европе. Вот, отзываемся рожей немецких газет. Насчет онлайн-опроса. Вы знаете, на самом деле, вопреки распространенному мнению, выборка в онлайн-опросе не настолько прямо-таки смещена в сторону умных, молодых, красивых городских хипстеров, которые по утрам пьют смузи. Да, вот, там у нас… Ну, наша онлайн-панель – это 100 тысяч белорусов, которые живут в городах. То есть 100 тысяч белорусов – это абсолютно разные белорусы. По доходу они распределены, похоже на то, что мы видим у Белстата. По работе то же самое. И там обычные абсолютно люди, которые, может быть, отличаются только от жителей села. И то мы иногда даже село находим в этой панели. Вот, то есть все окей. Здесь мы можем сказать, что мы опросили обычных людей, которые типичный среди статистический Беларусь. Вот, и среди молодёжи 18-24, в том числе много людей, которые с нами не согласны и которые получают информацию, они из других источников. Значительно меньше людей в возрасте 18-24 сказали, что информацию о стране получают из телевизора. Значительно меньше. Это примерно в два раза, чем все остальные. Но 40% людей всё-таки смотрят, потому что не все супермодные обитатели Октябрьской. Вот это очень важный момент. Поэтому, кроме того, говорить, что они прям-таки доверяют телевидению, мы тоже не можем, потому что мы у них не спрашивали, доверяют ли они информации, полученной в телевидении. Кроме того, насчёт, ну, то, что я говорил о «The Record», да, вспомните, пожалуйста, про… Я записала сюда. Да, да, спасибо большое. Ну вот, это к вопросу о том, насколько информации доверяют, не доверяют. Вот, так что мы не можем говорить, что есть какие-то зомби до 24-х лет, которые всё-таки верят в этот ужасный телевизор. То, что они оттуда получают информацию, не означает за 100%, что не доверяют. Смотрят они его по разным абсолютно причинам, но делают это значительно реже, чем другие возрастные годы. Филипп, если можно, в продолжении этого, я хотел ещё уточнить, чтобы ты уточнил по выборке. Вот у нас вопрос из чата. Насколько можно вашу выборку по городам перенести на всю страну? Если бы был вопрос по стране, то с вашей точки зрения, чем были бы отличия? То есть насколько по методологии этот опрос с бюроком, насколько данную панель можно считать национально-репрезентативной? Эта панель репрезентирует городское население в возрасте от 18 до 64 лет. Не панель, а именно это исследование. То есть да, мы можем распространять эти выводы на городское население Республики Беларусь. В презентации в некоторых случаях мы даже указываем, если на уровне размера населённого пункта мы наблюдаем значимые различия, потому что в Беларуси это всегда так. То есть различий восток-запад мало, различий Минск-не-Минск, скажем, Минск-стотысячники, меньше, чем стотысячники, совсем меньше, чем стотысячники. Вот тут различия бывают. В некоторых случаях мы пронаблюдали по уровню городов различий. То есть это, насколько я помню, это были экономические опасения, то есть в малые города боязнь потерять доход пока ещё не дошла настолько, насколько в большие города. Вот именно на апрель, на момент апреля. То есть это ключевое различие, тогда ясно. Евгений, может быть, тоже хотел что-то добавить? Я просто добавлю, вот он онлайн-опрос. Это не то, что некоторые думают, как выскакивают такие тесты во время прочтения сайта. Это профессиональный социологический инструмент. И действительно мы можем с очень высокой долей уверенности сказать, что наши данные репрезентируют население Беларуси, по крайней мере, городской опрашивания. Прошу прощения, тут ещё вопрос. Были бы отличия по всей стране? Не, я так понимаю, если бы мы поймали ещё и сельское население. Ну, честно, мне на самом деле сложно ответить на этот вопрос. Из тех исследований, которые мы делали на темы, ну, на разные темы, мы видим, что сельское население просто отстаёт с небольшим лагом от малых и средних городов. То есть, скорее всего, там было бы больше такого отрицательства, чуть-чуть, было бы меньше чуть-чуть переживаний. Вот и всё. Ну, обычно роллов там тут какой? Минск впереди с точки зрения тренд-сетинга, следом за ним областные центры и стотысячники, они не отличаются ни по потреблению товаров, ни по отношению к ситуации в стране чаще всего. Следом города поменьше, до тысяч двадцати, и следом всё, что меньше двадцати тысяч, оно очень друг на друга похоже. Спасибо, Филипп. Я вижу, что тут в чате ещё есть вопросы, только я хотел бы сейчас повернуться и питать слово Андрею, потому что ещё среди вопросов Ольги было, в том числе, как Андрея много, Андрей, что ты хотел бы и мог бы прокомментировать. Да, я так внимательно слушал Филиппа, что есть вопросов Ольги, запомнил только про Минздрав, Ольга. Если есть ещё какой-то, то прошу задать, после того, как я расскажу про Минздрав. Значит, с Министерством здравоохранения всё очень интересно. На самом деле, у нас, если вы знаете, у нас сформировалась коалиция, в которую изначально входило четыре субъекта. Это имена, это Бековид-19, это Хакерспейс и Уодок Глобал Трэвл. На данный момент Хакерспейс публично заявил о том, что они прекращают свою работу с 1 мая, но я знаю, что они там ещё какие-то хвосты доделывают, и они, собственно говоря, прекратили свою работу. Водок Глобал Трэвл тоже свою миссию выполнил в этой коалиции. Сейчас остались, собственно говоря, два субъекта, имена и мы. И у нас есть очень прямой, хороший контакт с представителями Минздрава, с которыми мы можем обсуждать разные вопросы, связанные с обеспечением больниц нашей помощью. То есть это не уровень политического решения, как Минздраву себя вести в этой всей пандемии, это скорее вот такие практические какие-то вещи, каким образом мы можем ставить на баланс больниц эти средства защиты. Тут же тоже очень важный момент, что наша инициатива работает исключительно с документами, с официальной передачей на баланс больниц. Это по многим причинам было принято такое решение. Одна из них – это то, что мы хотим, чтобы все было по-белому, и чтобы мы знали, сколько мы передаем в больнице, знали, сколько они принимают. В любой ситуации мы всегда могли поднять документы и сказать, что вот такой объем помощи на самом деле был поставлен. Второй нюанс – это то, что если мы передаем партизанскими всякими методами напрямую в отделение, то тогда возникает конфликт внутри больницы, потому что ясно, что главврач хочет командовать, и он имеет на это право, должен знать все эти процессы, которые происходят у него в отчине. Второй момент – это то, что если отдаешь что-то на отделение, 100%, что в этом отделении это и останется. Остальные врачи не будут иметь шансов получить что-либо. И если, например, происходит такая передача, то тогда внутри начинается просто адская война за этот ресурс. И это все, конечно, очень плохо выглядит, поэтому мы работаем только через администрацию. И администрация в силу уже там своих способностей нормально менеджерить этот вопрос, раздает это все врачам. Тоже нужно понимать, что там даже если мы передаем тысячу респираторов на какую-то крупную больницу, типа десятки или шестерки в Минске, то это капли в море. Это совершенно не те объемы, которых они нуждаются, потому что у врачей огромное количество, до 500 человек на смене работает. Вот представьте себе, мы передали тысячу, их там 500 только за день проходит. Ясно, что респираторы никто как одноразовый не использует, их пытаются там дезинфицировать и прочее, но все равно это достаточно небольшое количество. Вот. Поэтому с Минздравом у нас вот так выстроилось взаимодействие. И с МИДом тоже, как я уже описал, что это возможность сработать цепочки диаспора, МИД, Минздрав, больницы. Ну, то есть в первую очередь этот момент. Также нужно отдельно отметить, что в Минздраве есть специальные структуры, такие как Центр оперативного реагирования, который занимается распределением помощи, которая поступает к нему. И вот именно туда сейчас поступают вот те тысячи и тысячи и сотни тысяч респираторов, которые бизнес закупает для белорусских врачей. И они там, собственно говоря, распределяются по принципу внутренней информации Минздрава и по принципу тех пожеланий от бизнесов, которые были высказаны. Это очень хорошо видно, например, по ситуации с отчетом Минздрава, когда он показывал самый первый свой отчет, как потратили этот миллион евро, который они собрали. Там же есть и отчет небольшой по кусочку респираторов, которые поступили, и видно, что там небольшой перекос в пользу Могилевской области. Это тоже объясняется тем, что, видимо, донор предложил передать больше на Могилевскую область, и они получили, соответственно, больше. Вот так выглядит наше взаимодействие с Минздравом. Ну, Андрей, не знаю, может быть, тогда, если хочешь, можно ответить, включить режимов за рекорд по поводу вопроса про этот аналог матерей 328. Будет ли какая-то реакция врачей, родственников? Как ты видишь? Я понимаю, как интервью «Родиосвобода», я прекрасно понимаю ситуацию из своей компании эффективно уходить от таких вопросов. Тогда, может быть, может что-то прокомментировать, там, «он за рекорд» или «ов за рекорд», как тебе удобно. Я «он за рекорд» могу сказать, что на данный момент я, к сожалению, не вижу никаких перспектив такого рода. По одной простой причине, что общая ситуация в Беларуси, такая, как она была, она практически не изменилась с точки зрения возможности управления процессами. И я еще раз повторю и то, что говорил на «Радио Свобода» и сейчас, что у нашей компании точно нету целей и какой-то участия в политической борьбе, потому что у нас объединило немножко другое, нас объединила помощь медикам. И если мы начнем говорить о том, что конкретно «Байковид-19» будет участвовать в компании, поддержит «Цепкало» или «Баларика», то тогда это просто развалит все наше единство, потому что люди разные собрались, у них разные политические взгляды. Каждый персональный их, конечно, никуда не делал, он не отказывается от них, я в том числе, но мы работаем для общей цели, которая немножко другая. Если говорить обо всем волонтерском движении, то я бы скорее проводил параллели с Украиной, посмотрел бы, что произошло с волонтерским движением там. И процессы, на самом деле, скорее всего, будут похожи, потому что наши постсоветские страны, они очень сильно смотрят друг на друга, кто как поступает, и я не думаю, что тут судьба волонтерского движения будет чем-то отличаться. Если у государства будет такое желание, он, конечно, может сделать суть для того, чтобы волонтеры потеряли и авторитет, и возможность вообще что-либо делать, в том числе и вы лишены свободны. Спасибо, спасибо, Андрей. Хорошо, у нас еще был вопрос из чата, касающийся перспектив вот этого всекомерозной ситуации и влияния их на общественные организации. И вопрос звучит так, как вы думаете, смогут ли НПО продолжать свою деятельность в Беларуси, в сложившейся ситуации, и с какими ограничениями могут столкнуться. И действительно, вопрос, я не знаю, есть ли у нас кто-то, кто хотел бы на него ответить. У нас, в принципе, да, мы больше говорили об обществе, не собираем ли специалистов отдельно по НГО. Я бы, наверное... Я хотел сказать о НГО с точки зрения НГОшника, потому что одна из... Это работа в организациях, которые занимаются образованием взрослых. И, безусловно, если говорить об этом формате, то очень многое меняется, потому что мы сейчас с вами разговариваем оффлайн, а не онлайн. Мы не сидим в помещении пресс-клуба, а разговариваем через зом. Это уже вот такие конкретные изменения, которые происходят прямо сейчас. Те тренинги, семинары, какие-то учебные курсы, которые проводились очно, они, конечно же, все переходят в заочный формат. И вот я сегодня с большим удовольствием и радостью воспринял информацию, что Google Meet наконец-то появился в общем доступе. И теперь есть еще один инструмент, кроме Zoom и Hangouts, который можно использовать для того, чтобы встречаться, разговаривать и подносить какую-то информацию друг до друга. Это первый момент. Второй момент, конечно, касается того, что все иностранные стажировки, поездки, какие-то совместные семинары за рубежом сейчас полностью ограничены. Естественно, мы не можем выезжать, обмениваться опытом с нашими иностранными коллегами. Неизвестно, сколько это еще будет продолжаться. Очень многие НГО заточены под это. Под стадии Турс, например, какие-то вот такие вот форматы. Ясно, что они сейчас в упадке. Поэтому у НПО на самом деле достаточно большие вызовы и серьезные проблемы. И учитывая то, что европейские доноры и американские доноры, вообще все доноры сейчас явно будут переориентировать свою политику на преодоление последствий коронавируса в своих странах, которые самые различные. Это и рост безработицы, это и увеличение проблем, связанных с дистанционным образованием детей. То есть там, я сам отец 10-летнего ребенка, я вижу, что дистанционно, Леша, тяжеловато учиться. И как бы там вопрос такой, и социализации этой дальнейшей, и прочих всяких вещей, они тоже имеют место быть. И поэтому, скорее всего, донорские потоки будут перераспределены в пользу каких-то внутренних программ. Поэтому та часть гражданского общества белорусского, которое работает с деньгами иностранными, им будет намного сложнее. И вот такой вот мой взгляд на эти все вещи. Понятно, спасибо. Я бы, наверное, от себя хотел добавить. Есть хоть такое и... В отличие от исследований с сайта, не национальные депрезентативные исследования, исследования, которые... Опрос, который делал ПАКТ, который прошел как раз Винзац, и в том числе мы взаимодействовали по поводу того, как на них это повлияло. И по крайней мере данный этот вопрос, по-моему, если не изменять память, в полуста организации было, были достаточно оптимистичны, и скорее показывали, что общественные организации, да, они скорее были к этому готовы. Многие воспользовались опытом онлайна. Конечно, я полностью согласен с тем проблемами, которые Андрей обозначил. Действительно, это есть. И понятно, что это вызовы, как с этим справимся. Но, в принципе, все не так плохо. И, я бы сказал, возможно, белорусские НГО были к этому готовы больше, чем... Ну, например, больше-больше некоторые бизнесы или, например, уже упомянутые сегодня с системой образования. Но здесь в чате еще один вопрос. От Татьяны. Слышали ли вы что-либо о принуждении к помощи госучреждений, детские сады, школы и отражении этого в ГОСМИ, чтобы показать соперничество с гражданским обществом? Вопрос, ну, не знаю, насколько вот прямо соперничество с гражданским обществом. Не уверен даже такой вопрос, к кому видел ли кто-то соперничество. Но, мне кажется, это такой, да, скорее, тот случай, когда такие организации, как говорится, в Беларуси, они, конечно, стремятся показать свою активность. Но, с другой стороны, я не знаю, думаю, вот, там, Андрей, как оценишь, мне кажется, может, как-то называешь, что они там пытаются перехватить повестку. Но, с другой стороны, если они кого-то помогают, кого-то поддерживают в медицине, то, наверное, в каком-то смысле, все, наверное, и хорошо. Ну, я могу ответить на тот вопрос, который прямо поставлен прямо. Была такая ситуация где-то в начале апреля, когда одно из заявлений главы государства гласило, что вот прямо там буквально через несколько дней в аптеках и в медучреждениях будет там, не помню, какое-то количество, миллион масок было сказано, по-моему, так. И вот тогда была информация о том, что были разнарядки на школы как раз-таки, на какие-то бюджетные организации, чтобы они сами шили эти маски и передавали их в медучреждения. Но после этого, не только они, это в добавок к тому, что Белорекпром должен был делать. Но после этого был достаточно серьезный откат, потому что откат к отказу от такой тактики, потому что вышло письмо прокуратуры, в котором была описана ситуация, что очень часто эти маски, безусловно, это естественно, потому что они сшиты полукустарным способом, не соответствуют никаким санитарным нормам. И было введено достаточно жесткое ограничение с точки зрения государственных Белорекпромовских учреждений, ну, любых государственных учреждений на изготовление этих масок, где был введен норматив. Вот. И потом там немножко ситуация изменилась. Сейчас вот вышел на рынок очень серьезный игрок Гродненская табачная фабрика, как бы это парадоксально не звучало, они сейчас выпускают массово маски по 29 копеек, это самое дешевое предложение на рынке, это хорошая трехслойная, или четырехслойная, я могу ошибаться, спонбондовая маска с зажимом для носа, то есть та, которая вот реально до кризиса продавалась по 18 копеек, где-то так, то есть цена достаточно приемлемая. Единственный минус в том, что они только опытом работают. Но в целом ситуация такая, чтобы там принуждать госучреждения к тому, чтобы они оказывали помощь медучреждениям, наверное, сейчас этого нет. В начале апреля было вот именно в контексте масок, а сейчас я вот, честно сказать, такого не отслеживаю. Спасибо, Андрей. Хотел сейчас спросить, может быть, у нас может, как показал, к примеру, Ольге, можно не только писать вопросы в чат, но можно и поднять руку. Это Антон, я не знаю, у нас есть опция в Zoom. Да, ну вы можете, на самом деле, мне кажется, что опцию поднятия руки в Zoom убрали, я ее, в любом случае, не наблюдаю, но кто хочет задать вопрос, то вы можете... я даже поднял. А, да, ну тогда можете поднять руку, либо включить видео, включить себе микрофон и тоже задать вопрос. В паузу, как сейчас, например. Вот. Да, ну или, собственно, если у нас нет вопросов, мы сможем в том числе потихоньку закругляться, потому что, мне кажется, мы сегодня обсудили действительно очень много всего, мы поговорили и про влияние на общество, затронули уже, по сути, вопросы и национной политики, и медицинские вопросы, и даже политические перспективы. Тогда давайте сформулим так, есть ли еще какие-то вопросы, вопросы к моему вопросу пока, наверное, нету. Но, наверное, я бы, наверное, еще... У меня к Андрею, наверное. Давай, Великолеппи. Если можно. Вот, Андрей, я тут думаю, что было бы, наверное, здорово. У нас, потому что мы собираемся заниматься инициативой, ну, смотря кто из бизнеса помогает именно под COVID-19, думаю, что вам это тоже было бы интересно. Можем как-то контактами обменяться? И где вас найти, чтобы посотрудничать? Да, безусловно. Меня можно найти в Фейсбуке, в Телеграме. Значит, я абсолютно открыт к этому. Окей, наверное, Фейсбук в мессенджер вам тогда напишу, а потом уже разберемся. Да, там дальше уже договоримся. Да, Филипп, можно сказать, у меня в Фейсбуке на странице, когда я вчера делал еще одну напоминалку, я там отмечал как раз всех спикеров, аккаунты, так что можете легко найти друг друга. Да, так что я, на самом деле, буду рад, если, помимо того, что мы все удовлетворились в свое интеллектуальное любопытство и обсудили важную тему, это еще и приведет к налаживанию какого-то хорошего рабочего контакта между Сатио и Байк Абидом, возможно, поможет, кстати, улучшить исследование, а Байк Абиду улучшить информацию о происходящем. Тогда я еще раз хотел бы сказать спасибо всем спикерам за то, что согласились сегодня выступить, за то, что нашли время, особенно, когда Андрей, который очень хорошо рассказывал по поводу горящего велосипеда, происходящую ситуацию, ситуацию вокруг, я понимаю, как в этом все было тяжело этим временно участие на дискуссию, и спасибо также всем остальным, спасибо всем нашим гостям за участие, традиции, всегда-всегда было приятно завершать дискуссию приглашением, продолжить неформальное общение с замыкалом вина, к сожалению, я не могу этого сказать сегодня, могу только помогать обмениваться с контактами в фейсбуке, вот, поэтому рады были всех видеть, и тогда, наверное, мы еще увидимся, Антон, у тебя еще какое-то завершающее слово? Да, ну, мне понравилось, что был как раз вот кусок такой неформальный уже в конце обмена контактами, это то, что мы просто обычно делаем в оффлайн-режиме в пресс-клубе, ну, да, к сожалению, к сожалению, в онлайн-режиме мы такого сделать не можем, но вот какие-то уже попытки сегодня были, это радует. Вообще, спасибо всем спикерам, и спасибо всем, кто присоединился к нам и задавал вопросы, и просто слушал. Все, тогда завершаемся, и до встречи на следующих дискуссиях эксперта-аналитического клуба, и до встречи, надеюсь, когда все это закончится, мы сможем выпить, так сказать, тот случай, когда выпить за здоровье, это не просто так, а действительно встретиться в пресс-клубе и встретиться всем лично. Да, надеюсь, уже в новом здании пресс-клуба, в новом офисе пресс-клуба. Да, в новом офисе, пока еще не все здания, пока еще не все здания, да, но пока что в новом офисе. Да, у тебя, конечно, пресс-клуб велико, смог переехать еще ближе к моему дому, хотя это оказалось уже невозможно, но пресс-клуб справился, спасибо за это пресс-клуб. Все, рада всех видеть, всем доброго здоровья. Субтитры создавал DimaTorzok,